Давайте вместе проведем вечерний ритуал Вот мой обычный вечерний уход Дополнительно я сегодня сделаю пилинг и ночную маску Напомню, что их нужно делать один-два раза в неделю И начнем мы, конечно же, с очищения Я вам все-таки покажу гидрофильное масло Его нужно использовать только тогда, когда у вас есть макияж Либо SPF средство Также это масло еще очищает отгородского отмога и пилинг Гидрофильное масло от сульвасу Содержит в себе экстракт кожуры мандарина Который осветляет нежелательную пигментацию И масло абрикосовых косточек, которое освежает и питает кожу Помимо этого, стимулирует клетки к обновлению, а также укрепляет капилляры Наносим мы гидрофильное масло на сухое лицо То есть, когда у вас макияж, вы просто прямо на макияж его и наносите Массирующими движениями И затем нужно сделать так Намочить в пруде И затем еще раз очистить кожу Она начнет эмульсироваться Вот видите, становится беленькая На этом этапе вода выталкивает гидрофильное масло из пор, которое уже успела собрать излишний себум, макияж, смок и пыль Затем просто смываем Затем, недолго отжидая, мы сразу наносим пенку Она у меня также от бренда Сульвасо Данная пенка помогает увлажнить кожу во время умывания и придать ей эластичность Также не дает коже пересыхать длительное время после умывания Экстракт каштана в составе укрепляет стенки кровеносных сосудов, стимулирует кровообращение и улучшает обменные процессы в клетках А мягкая воздушная пена аккуратно очистит ваше лицо, оставив кожу сияющей и упругой С очень неприятным травяным ароматом Спилим в руках и затем наносим на лицо И смываем Именно в вечернем уходе предусмотрено дополнительное очищение в качестве пилинга Пилинг наносится на сухое лицо, поэтому я промакиваю его бумажным полотенцем Я наношу пилинг, он у меня вот с такими косточками Просто пока распределяем, ничего не массируем Нужно подождать буквально секунд 10-15 Для того, чтобы пилинг размягчил вашу кожу и кожа лучше скатывалась Помимо всего того, что усиливается основной уход Еще дополнительно устраняется тусклость кожи Борьба с пигментацией, так как вы слои снимаете и кожа намного быстрее обновляется Как только прошло время, начинаем массировать Вот такое лицо у меня получилось И смываем Если у вас имеется спецуходные маски, которые нужно смывать То тоже делаем их перед тем, как нанести тонер, либо сыворотку активатора У меня это бабл маска и маска осветляющая Чтобы показать вам две маски, давайте на одну сторону я сделаю бабл маску Очищающую, которая пузырится, выводит токсины, улучшает цвет лица Также борется с пигментацией Она идет за 200 минут А на другую сторону я сделаю осветляющую маску, которую в принципе я делаю обычно 1-2 раза в неделю Так как хочу немножко выровнять тон кожи Маску открываем и у нее здесь имеется вот такая вот попа На нее нажимаете и выходит средство Затем это средство вы наносите на лицо Вы можете видеть, что она начинает пузыриться И она запускает кислород в кожу, за счет чего выводятся токсины и улучшается цвет лица Эту маску можно наносить вместо пенки, либо после пенки, после пилинга И осветляющая маска Фокус не ловит, но в общем есть маленькие крапинки Чем мне нравится эта маска, после того как я ее смою, моментально кожа выбеливается То есть видите, она сама по себе белая и на коже остается тоже такой белесый осадок Обе маски нужно держать не более 15 минут Итак, время пришло, давайте смывать Итак, я вытерла на сухое лицо и теперь обязательно в срочном порядке наношу тонер, так как кожа очень быстро высыхает У меня это тонер от Waterfull Ультра увлажняющая линейка, линия на глубокое увлажнение кожи Также она дополнительно дает выравнивание тона кожи Я вбиваю его, чтобы оно как можно глубже проникло в мою кожу Если у вас имеется сыворотка-активатор, то перед тонером желательно внести ее Так как она активирует подкожные слои, за счет чего весь уход действует намного эффективнее Следующая у меня это сыворотка Losexoma миниатюрка Данная сыворотка делает абсолютно все И питает, и увлажняет, и омолаживает дополнительно Придает сияние, гладкость кожи В общем, если вы хотите идеальную ровную кожу, то воспользуйтесь этой сывороткой После этой сыворотки липнет кожа, но вы не пугайтесь Потому что она впитывается буквально одну минутку И после этого липкость пройдет И если также есть утяжеление, то все это проходит После сыворотки можно нанести эмульсию, крем и затем ночную маску Все будет зависеть от того, какая у вас кожа Если сильно обезвоженная и сильно сухая, ваша кожа может все это принять Но мне уже после сыворотки достаточно так хорошо Поэтому я сразу нанесу ночную маску от Сульвасу Обычно я пользуюсь вот этими средствами Это эмульсия и крем из линейки Waterfall Наносите ночную маску, как обычно Наносите крем Но желательно за 30 минут, либо за 60 минут до сна Чтобы она успела впитаться Ночные маски это такой экспресс уход Потому что именно ночью наша кожа, она находится в полностью расслабленном состоянии Поэтому все средства, которые вы наносите вечером Они работают намного эффективнее, нежели чем днем Днем уход выполняет больше поддерживающую и защитную функцию Итак, на этом у меня все Делитесь, каким уходом пользуетесь вы Если у вас имеются вопросы, обязательно оставляйте их в комментариях Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!